здравствуйте дорогие друзья и так для куклы нам понадобится обычная бязь обычная приобычная иголка для валяния нитка очень-очень супер прочная не 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 рвущаяся она хэбэшная черный лак иголочки вот такие с кругленькими пятачками такие вот я вам расскажу потом и наша ткань бязь ой бифлекс вот он тянется во все стороны это трикотаж для купальников у него очень приятный цвет и он очень-очень мне нравится и так для начала работы я вам еще потом расскажу по ходу дела что там еще он будет надо вдруг что-то еще понадобится берем берем ткань я обычно выкраиваю сразу много деталей берем выкройку берем карандашик обычный и начинаем рисовать я рисую от края если вы будете не так делать как я будет очень большой перерасход ткани потому что вот когда вы нарисуете вырежете и сошьете вернее там будет очень много отходов поэтому я делаю вот так и вам рекомендую чтобы было экономично одну ногу нарисовали вторую нарисовали и вот этот весь вот этот лоскоточек ткани вы рисуете ноги можно заодно и туловище нарисовать они одного потому что размерчика вы это все рисуете в эту полосу далее вы далее берете эту полосу это вот у меня здесь руки сейчас вот видите полоса вставляете вот так у нас пойдет ткань видите какие тут вырезы осколки неудобно потом начинать шить но я вам сейчас покажу вот я сейчас вырежу вырежу эту ногу то есть сначала нужно нарисовать все детали на бязи эти руки маленькие тут уже пойдет у нас большой большой кусок останется это не очень выгодно нам потому что ткань будет расходоваться неэкономно я вам покажу на одной куколке я расскажу как я делаю вот дальше мы берем ножницы и вырезаем вот такой квадратик по прямоугольник получается у нас и заодно сейчас еще вырежем клинья головы их не надо будет соединять ни с чем они просто у нас будут шутся из бязи один и второй два клинышка мы их получается 4 потому что ткань у нас два слоя сложенная и вырезаем это тоже все у меня больше не нужно здесь мы скалываем иголочкой и прошиваем по одной стороне одна сторона у нас вот это прямо от начала вот отсюда и вот досюда то есть вот так мы прошиваем прострачиваем это понятно дальше берем раз разъединяем ткань и складываем такой бутербродик называется как он называется гамбургер так чтобы одинаково все шло у нас вот так чтобы у нас все вышло видите какие откосы получаются поэтому лучше кроить прям вот длинными такими полосами опять все складываю скалываем иголочками чтобы никуда ничто не сдвинулось почему сразу делать много во первых рука у вас набьется опыт большой сразу будет вы будете шить ну и принять когда есть время вот я сажусь не сразу шить а когда есть время вот у меня полоса нарезаны сейчас их покажу так отрезаем из этих частей можно будет сделать ушки вот такая у нас деталь заготовка с этой стороны и с этой бязь главное чтобы бязь была ровно так с этим разобрались теперь я вам показываю как мы дальше делаем вот у меня руки вот она длиной вся ткань видите вот здесь я рисую руки вот тут у меня ушки пойдут потом то есть мы вот этот наш лоскуток прострачиваем оставляя вот здесь для выворачивания рук маленькое отверстие для ног мы оставляем здесь отверстие и просто прострачиваем по этому контуру который мы нарисовали для головы мы вот здесь оставляем отверстие для это в теле дальше дальше мы уже прострочили и вырезаем почему удобно иметь много сразу заготовок потому что когда приходит заказ вы когда вы чем-то заняты другим вы просто берете уже готовые отстроченные руки которые я строчу по мере у меня свободное время образуется я их отстрачиваю руки ноги туловище чтобы побольше его сразу было и вот эти длинные полоски у меня лежат уже заготовленные и я просто их потом разрезаю дальше мы режем вот тут у пальчика такую штучку так это у нас рука потом мы будем выворачивать вот такая же заготовочка с ногами и с телами ноги это мы тоже вырезаем то есть вы поняли что я это все прострочила и просто вырезаю вот так у нас получается кукла уже из готовых деталей так одно вырезали и тело сейчас вырежем видите как удобно когда у вас прострочено сразу все и получается из этой полоски тканей очень много кукол и очень мало отходов потому что полоски видите что они такие прямые никаких вырезов нет так и осталось мне еще сделать дальше берем чехольчик и выкраиваем для головы чехольчик лучше всего ткань она тонкая и просвечивающая мы сделаем из трех слоев то есть один слой будет у нас сзади и два слоя спереди и тогда у нас не будет ничего просвечивать не видно в общем будет хорошо так для этого мы находим лицо краем вот какой он есть без всяких тут не оставляем лишнего вот рисуем рисуем так сворачиваем сворачиваем закрепляем закрепляем иголочкой и вырезаем квадратик опять видите у нас все время квадратики и вот эти вот уголочки что тут остаются мы их отправим на уши сделаем уши так прострачиваем вот отсюда вот так сюда и отсюда вот сюда и так я прострочила теперь мы вырезаем вырезаем поставляем 0 3 миллиметра длина стежка не забудьте один и восемь можно 16 я чуть шеветь она так маленько получается так срезаем здесь так и здесь небольшие надрезики делаем в уголочках чтобы вывернуть так чехольчик готов можно его даже вывернуть два слоя оставляем с этой стороны и выворачиваем такой у нас будет чехольчик дальше дальше мы берем голову который будет в этом чехольчике находиться раскрываем клинья вставляем один в один и прострачиваем одной строчкой вот так по краешку так тун-тун-тун-тун так я прострочила теперь мы первый этап у нас пройден теперь мы выворачиваем детальки выворачиваем все на лицо для этого нам нужна палочка для суши и пинцет так получился у нас такой а мы еще должны у тела прострочить вот так тело выточку сделать на попе чтобы тело было у нас округлое находим серединку можно даже и нарисовать серединку палочку помогает она нам раздвинуть вот так ткань которая там у нас собралась значит вот тут у нас отметка мы ее сгиб по ней делаем и дальше берем карандашиком и здесь мы отступаем сантиметр побольше даже сантиметр какое хотите тело если хотите более такого круглая то побольше сделайте вытачку и съезжаем ее вот сюда вот рисуем вот так чтобы тут у нас не было ни углов ничего прям таким такой линии кривой красивый вот сюда уехали так ну я пошла прострачивать главное чтобы у нас шов со швом вот с этим совпали можно это все дело заколоть иголочкой чтобы никуда не ничто не съехала и одной строчкой должны так лучше заколоть вот так расправить швы пальчиком почувствовать где это все у нас и заколоть по иголки прям строчить будем она нам не помешает когда она вот так воткнута не так по как вот строчка идет а перпендикулярно строчки то с ней ничего не происходит итак мы строчим начинаем вот отсюда с этого конца и заканчивая на спине или на животе это не знаю что у нас там будет когда вывернем посмотрим вот такой вот линии так я прострочила иголочку вынимаем ничего не обрезаем только нитки лишние и выворачиваем выворачиваем палочкой главное попасть между тканями вот наш шовчик попал попал друг с другом повезло он попал так это тело мы его будем сейчас набивать синтепоном так но у меня пока тут одна рука одна рука нога вы кроете две руки и две ноги дальше мы туда заправляем пинцетиком помогаем себе еще разочек пинцетиком помогаем себе и выворачиваем дело это не легкое сразу скажу особенно детальки маленькие но вы привыкнете если вы будете делать в таком количестве то вы быстро привыкнете все начнет у вас выворачиваться саму практически так пинцетом помогаем потому что без пинцета здесь вообще никак не справиться вот это мы вот сюда погоним сюда палочкой поправляем все и пальчик отсюда выходит вот у нас одна рука получилось красивое тело вот этот все на месте теперь мы выворачиваем ногу входим в дырочку сейчас я попаду в нее и опять пинцетиком помогаем себе то есть вам надо попасть между двумя слоями ткани даже какой двумя между четырьмя здесь вы видите сверху а вот то что там внутри не видно и поэтому можно иногда попасть не туда и мучится поэтому главное попасть с первого попасть и все расправить палочкой пяточку носочек коленочку и кров вот такая получилась у нас ножка расправила до конца теперь мы начинаем набивать синтепоном набиваем очень-очень плотно все руки начнем маленький кусочек мы отправляем в пальчик нет сначала мы отправим в ладошку теперь еще поменьше кусочек в пальчик сюда и начинаем набивать руку она у нас будет набит плотненько уж куколка игровая болтающиеся детали не нужны так вот тут у нас будут пальчики поэтому сильно плотно не набивайте чтоб их можно было стянуть ну как сильно плотно просто вот вы почувствуете что она набита хорошо вот так она большая уже становится не плоская рука выпуклая становится это значит все нормально проволок я сюда не вставляю никаких обходимся без пропалки так рука готова красивая ручка дальше нога ноги набивать очень-очень плотно туго потому что кукла стоит на этих ножках начало мы носочек набиваем потом пяточку и все гоним опять в носочек каждый кусочек упихивайте туда очень-очень плотно и кукла Так у нас будет сейчас формироваться и крынок, очень плотно чтобы было, толкаете туда пихаете и поддерживаете пальчиком, чтобы синтепон не вылезал назад. Так, теперь берем следующий кусочек и туда же его к тому же, чтобы он прилип прямо к нему. Долгий процесс медитации, накалкивайте и думайте о хорошем, как вы на пляже лежите. Для меня хорошее это море, я вот так балдею от моря, когда о нем думаю, становится приятно. Иногда прям становится как камень. Жалко, что долгие зимние вечера закончились. Не, не жалко. В принципе, скорее бы пришло лето. Так. Пальчиками помогаем. Не знаю, кто как летом шьет. Летом хочется отдыхать у воды. Загорать, балдеть. Ну, можно время выбрать для работы. Куда деваться, да? Так. Вот она. Видите, какая плотная-плотная нога получается. Так. Теперь нам здесь, где пуговка будет, можно чуть-чуть оставить место свободненькое. Так, мы сейчас его раскатаем. Чтобы нога была вот здесь, вот тут. Ну, чтобы синтепон был, но не каменный. Чтобы нам пуговкой можно было прицепить ногу к телу. Вот такая получилась нога. Всё равно можно побольше чуть-чуть сюда ещё натолкать. Слишком мягенькая. Теперь синтепон сейчас там отлежится и её можно будет покатать в руках, если она у вас целлюлитная получается. Прямо, чтобы синтепон там разлёгся хорошенечко. Можно её долго катать в руках. Ну, вот такая нога получается. В принципе, ничего. Сойдёт. Так. Дальше у нас идёт тело. Тело, тело. Набиваем тоже очень-очень туго. По маленькому кусочку в самый низ через это узенькое отверстие. Набиваем, набиваем. Я вам не буду весь процесс показывать. Вы поняли. Самое главное были руки, ноги. Тело тоже важное, но его набивать почему-то проще. Такое тело у нас получается. Тоже такое оно плотно набито. Видите? Такое прям хо-хо, хо-хо. Значит, набиваете. Старайтесь, чтобы плечики у вас тут выровнялись, бёдрышки. Ну и можно всё это руками поправить. Дальше набиваем голову. Голову набиваем очень-очень туго. Вот она получилась у нас большая, тугая голова. Здесь дырочка у нас будет для вставления в тело. Так. О, можно теперь сделать щёчки. Берём синтепон. Стараемся, чтобы были кусочки одинаковые. Вот вы почувствуете так. Какие хотите щёчки? Большие, маленькие? Какие вам больше нравятся? Ну, всё это опять же методом проб. Вот такие вот пампушки. И здесь нам понадобится игла. Где она у меня? Вот она. Я беру иглу толстую, потому что тонкая игла у меня погнулась одна, а вторая сломалась. Так. Теперь мы берём щёчки у нас будут вот здесь располагаться. Вот. Вот отверстие вот здесь, прям второе здесь. Если вы хотите, чтобы сюда щёчки уходили, то просто делайте их побольше. Значит, делаем всё вот сюда забиваем, заворачиваем, чтобы щёчки были ровненькие. И начинаем примётывать, хотела сказать. Приваливать. Видите, какая тугая бязь. И там ещё синтепон набита куча. Поэтому иголку лучше брать толстенькую. Тонкой иголкой, да, лучше схватывается, но она почему-то быстро ломается и гнётся. Я, наверное, очень быстро делала, и у меня всё это погнулось. Смотрите сами. Берите сразу несколько иголок. Вот так вот по кругу идём. Тут у нас уже бок. Если вы здесь не оставите синтепончика, то подбородка у вас не окажется. Поэтому прямо вот сюда на эту дырочку её приваливаем. Большой получился. щекан. Какой. Какой. щекан. Можно маленький делать. Всё на ваше усмотрение. И вот сюда теперь вторую щёчку пришмякиваем. подворачиваем синтепон туда. чтобы получился шарик. И приваливаем. шарик. Вот так. Тут можно, где выпирает, привалять побольше. Визуально, смотрите прям. Щёчки одинаковые, ровные. Если нет, то валяйте дальше. Чтобы он туда ушёл в глубину объём. Такая красотень получается. Теперь мы займёмся носом. Для носа берём обычную булавочку, ровненькую. Синтепон складываем квадратиком. Иголка с ниткой нужна. И клей. Смачиваем клеем головку. Клей обычный. Дель прозрачный. Берём наш квадратик. И вставляем сюда иголку. И пришиваем её. Можно её вот так. И пришить. Ну, большой шнобель, конечно, будет большой нос. Можно поменьше. Чем меньше синтепона возьмёте, тем будет носик поменьше. Остальное мы отрезаем. Вот это всё нам надо срезать. Всё интереснее. Если это не всё, стрел бадрат или брод viu. И теперьaremos tecnимом Yinок и кому друг друга. К которому хорошо срез cone клеем. Клаковой вы составила, чёрной. Отк例えば начать с вашими красотами, teaspoon多少 сärиналах. Груuvo golpe. Теперь мы иголочку смачиваем в клею, находим место, где у нас будет нос, можно повыше, пониже, где вам, опять же, будете смотреть, какое будет выражение лица у куклы, и уже будете знать, куда его воткнуть. Посерединке, главное, чтобы было посерединке. Вот сюда мы его воткнули. Вот такой у нас получился нос. Так. Наша голова готова. И сейчас мы на нее натянем чехольчик. Двойной стороной мы натягиваем наперед. Натягивать очень неудобно, но как-нибудь приспособиться можно. Вот это мы заправляем сюда, в дырочку. Обязательно бока, чтобы были ровно, относительно друг друга. То есть тут бок и тут бок. Съехал. Как-то все туда уйдет. Получается у нас вот такое личико. Все это можно поправлять. Дальше берем, зашиваем все дырочки, которые у нас открытые. Зашиваем потайным швом. Иголку вводим сюда, потом с другой стороны. Он как машинный шов получается. И затягиваем. Сюда у нас голова пойдет. Вот так. Зашиваем ручки. Так. Продолжение следует... 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 и начали пришивать натягиваем пришиваем по кругу все равно в клею все неудобно так чтобы складочек не образовывалось расправляйте подтягиваем пришиваем подтягиваем и пришиваем почти что без складок что такое не хочет а 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 Бывает и такое. Бывает и такое. Вот так получается. У нас такой большой. Вот так, сейчас мы закрепляем, отрезаем. И делаем рот. А рот где-то вот здесь мы сделаем. Вот сюда я ввожу иголку. И вывожу ее вот здесь. Теперь ввожу рядышком, миллиметра два отступив. Вставляю в иголку нитку. Главное вставить. И вытаскиваем с этой стороны. Вот у нас получается ротик. Если вы усиленно затянете, будет не очень-то красиво. Поэтому просто наметили, что вот тут у нас ротик. Завязали узелком. Несколько узелочков. Отрезали. И смочили клеем. Клеим все смачивать обязательно. Теперь берем маленький лоскуточек. У вас их много должно остаться. Вот у меня тут есть. Вырезаем. Шляпку вырезаем. Вот такой полукружочек. И пришиваем сверху пятачок такой. Закроем нашу некрасоту. Начинаем вот отсюда. Пришиваем. Теперь эту крышечку отворачиваем. И пришиваем дальше. Хорошо. Такая шляпка. Здесь у нас дырочка остается маленькая. Мы туда затолкаем финтипушки. У нас там яма образовалась, когда мы стягивали. Так что вот такое. Просто чтобы эту ямку убрать. Вот так вот. у нас получилась такая крышечка волосами и всю заклеить все лицо готово теперь берем ноги давайте руки сначала сделаем двойную ниточку берем такого же цвета как руки вставляем у нас первый пальчик будет без узелков без всего просто вот сюда затягиваем и назад выводим ниточку туда же пока не тянем так мы сейчас закрепку сделаем теперь вот так проворачиваем сюда нитку и вставляем и выводим чуть-чуть наискосок с другой стороны чтобы пальчик образовался вот так теперь подтягиваем здесь опять мизинчик сооружаем поддерживаем пальчиком затягиваем получилась такая рука у нас здесь мы мизинчик формируем теперь делаем закрепочку и делаем вторую руку точно также нитку выводим в руку куда-нибудь так руки готовы ноги готовы теперь мы начинаем пришивать ноги ноги у нас будут крепиться вот где-то бедрышки чуть ниже бедрышек ай вот здесь прикрепляем ноги тут уже тоже на глаз все глаз алмаз если у вас то это здорово так 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 визуально даже можно видеть что как ноги прикрепляются я думаю так и оставлю карандашик так теперь можно проткнуть иголкой и посмотреть симметрию насколько она пойдет ровно ровно чуть чуть выше дальше берем иголку иголку берем вставляем в нее нитку опять такую же нитку плотненькую лучше всего двойную а можем даже тройную вставить начинаем пришивать ноги сначала мы идем в одну ногу так сначала на метку и вы то есть пуговицу сначала мы вставляем потом одну ногу проткнули в нашу дырочку зашли вышли с другой нашей дырочки зашли в следующую ногу пуговицы лучше берите сразу с большими дырками чтобы проходила иголка иначе вставлять нитку в иголку это долгий процесс сразу собой нитку и иголку возьмите чтобы купить пуговицы так теперь идем назад тело плотно набито туго поэтому вот так вот поэтому теперь выходим в этой ноге теперь все это дело подтягиваем и завязываем такие ноги сразу можно поставить смотреть так смазываем клеем чтобы когда мы будем завязывать она у нас не развязывалась она уже в клею будет она назад не пойдет теперь стягиваем вот так вот никуда не тянутся и завязываем узлами несколько раз обстригаем и клеим прям можно к пуговицу приклеить концы так сейчас я одену башмаки посмотрю как она стоит кукла дальше нам еще надо будет приклеить приклеить то есть пришить руки у меня тут еще один друг есть вот такие вот друзья товарищ видео одного щеки больше получились другого поменьше так дальше смотрите что делаем дальше глазки можно тоже сейчас наметить в принципе а нам еще уж уже пришить на пришиваем уши берем выкройку что остались у вас кусочки их не выбрасывайте потому что они всегда пригодятся отключаем ухо и прострачиваем вот отсюда и вот так здесь мы просто обрежем так вот они прострочены уже мне все лишнее режем вот они уже выворачиваем их выворачиваем 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 теперь берем иголочку с ниточкой и начинаем их зашивать вот по этому краю зашиваем а также как и руки зашивали ноги зашивали то есть он туда все пятачки прячем сначала в эту сторону прокалываем потом в эту прокалываем заворачивать можем туда внутрь это все дело не завернулась пока что потом завернем такое ухо соединяем оба конца соединяем вот эти все прям сюда везем все вперед соединяем все ухо в общем-то такое ухо получилось теперь мы его пришиваем пришиваем вот сюда где носик вот где носик рядышком тут ухо будет берем иголочкой можно приклеить можно пришить все что хотите можно сделать прям цепляете чуть-чуть и чуть-чуть ухо цепляете и затягивайте такой малыш получается теперь сзади делаем закрепку и выводим нитку куда-нибудь в затылок ухо одно готово теперь смотрите дальше что второе пришлем сейчас нам надо будет пришить руки где плечики где плечики ну вот чуть пониже плечиков руки пришиваем так же как ноги только мы их не прокалываем насквозь посмотрите чтобы высоко руки не были смотрите на них со всех сторон посмотрите полюбуйтесь так теперь мы пришьем опять толстой ниткой это бабин стоит сколько он стоит 200 рублей не пожалейте купите потому что очень хорошо держит хб потому что очень хорошо держит хб и и и и и !!! и подъем туловища выходим с другой стороны крись попало в шов и он распоролся вот это аккуратненько зашьем сейчас его надо же в шов не тыкайте такой толстой иголкой конечно теперь в эту руку и назад теперь завязываем руки не видно хорошо в шов не тыкайте горкой потому что может случиться всякое поднимать ее опять надо смазать клеем чтобы никуда не ушло что-то рука поднимается с руками беда сильно затягиваем она подниматься начинает так ладно с этой стороны завяжем можно вывести в тело можно отрезать и смочить смазать клеем теперь так уху потом сделаю вторую теперь берем сейчас намажем черный черный лак берем и красим наши иголочки у нас будут глазки один глаз и вот так вот тут стыкаем пусть сохнет и второй глаз дешево и сердито 60 рублей коробочка стоит вот так вот вот так вот Глазки можно пришить когда вы будете шить, когда уже будет прическа готова. Можно и сейчас их сделать, чтобы пупс уже был готов. Так, вторую уху пришиваем на той же высоте, что и первая, и прямо на этой же вот этой на шве. Сейчас улетела. Главное симметрия, чтобы никуда ничто не ушло. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы приклеим глазки. Я их уже ваткнула туда, в это же место мы их и приклеим. Мажем иголочку, вставляем. Аккуратненько вставляйте, потому что там клей собирается в кучу. Вон, во сколько... Волшу брать иголочкой и туда ваткнуть сильно-сильно глаз. Следующий глаз. Вот что хорошо этими иголками, почему хорошо делать? Потому что они сразу прижимают глаза на место и не надо их собирать на нитку, стягивать, еще что-то. То есть процесс ускоряется, как вы видите. Лишнее обязательно убирайте, иначе будет хрым. Так, глаза готовы. Их можно подержать прям. Теперь берем реснички. Отрезаем. Сколько хотите. Вот я 0,7 отрезаю на глаз. Мне так кажется, что это 0,7. Так, нос можно двигать. Можно вообще все двигать. Берем. И прикладываем к глазу. Берем иголочку. И, помогая иголочкой, приклеиваем прямо туда в глубину к глазу. Следующую. Скорее. Отое. Yay. Идем. Так. Но здесь и дом в жюне. лучше ногтем чем иголкой вот такая получилась мордуленция ну все, друзья мои едем одеваться теперь и осталось нарисовать бровки просто капаем в краску акриловую и ведем такие штучки вот и все